Всем привет, тулечки, ребятулечки! Вы на канале Просто Play for You и сегодня с нами наш любимый Викингс War of Clans. И в этом видеоролике, ребятки, поговорим немножко о наследии Локи, новый сезон рунических монеток, а также потащим чуть-чуть буквально битву кланов. Так что, всем, кому интересно, представимся поудобнее, берем с собой чайочек, бутербродик, другие вкусняшечки, обязательно прожимаем лайкосик, понимаем развиваться каналу и полетели смотреть видосик! Мазычка! Ну что, ребятулечки, начнем с битвы кланов. У нас сильный соп анархия. Проиграем 1-5 пока. Они вроде бы крутят циту, насколько я вот вижу. Я попросил титул кавалерист, так что полетели немножко, немножечко. Попробуем хотя бы шпикануть их, посмотреть что тут, как тут, взять полку. Полку вот типа в этом, в атаке. Ай, надо же еще бусты поврубать и все остальное. Сорянчик, ребятки, сорянчик. Просто настроился на стримчик, но стримчик, как вы видите, два дня я тестил, тестил. Ничего абсолютно там не получается. Но это пока. Видать, комп не тащит, интернет не тащит. Нужно будет заняться апгрейдом и того, и другого. Ну, конечно же, если вам это интересно и это вас заинтересует, то можно, конечно, этим апгрейдом немножко заняться, посмотреть что там нужно, что к чему и как. И, в принципе, можно будет попробовать заняться более серьезно. Более-менее там в настройках разобрался. Фильтры, фильтры. Короче, там огромное количество разных прикольчиков. Все понастраивал. Вроде бы, как бы. Но все равно. Оно все лагает. Оно все глючит. Оно все висит. Интернет не тащит. Комп, скорее всего, тоже не тащит. Но проблема, конечно, в том, что тут у меня тащит всего лишь один проц. Видяхи нету. Чисто на проце я играю. Мне, в принципе, этого пока за головой хватает. Но, тем не менее, видите, для стримчика этого недостаточно. Так что нужно будет додуматься либо о видяхе, либо об интернете, либо найти какого-то спеца, который поможет мне это все настроить в разом взятое. Ну, погнали. Шпиканем теми шпиками, что остались. Посмотрим, что у них там сидит. Успешный. Нету там никого. Абсолютно никого там нету. Они, видать, не рискуют. Вот у нас идет походик. Ну, давайте ударим. Что? Ну, нема смысла, я не знаю. У нас есть тут онлайн вообще? Онлайн вообще есть? Соклановцы. Алло. Ага. Есть. Ясно? Ясненько, понятненько. Ну, вот там ближайшие походы уже где-то доходят, да? А, можно еще увеличить. Давайте еще увеличим. Еще же бусты у нас есть. Есть же у нас еще бусты. Я ничего пока на панельку не выставлял. Типа звездочку ставите, ребятки. И вас вон на быстрой панельке. Выбираем. Штурм. Выбираем. Вот так вот. Ээээ. Тихо. Надо щит одеть, а то еще меня штурманут. Где там походы? Доходит уже? Не, идет. Еще идет. Сейчас будут заводить. А может они уже дефали и забили. Если у них пятая цита, то в принципе смысла нет. Мы и так, и так проиграем. А скорее всего цита там, наверное, пятое. 18 секунд. Ну, я думаю, примерно месте дойдем. Что, даже провил кого-то, а ну? Безуспешный штурм. Ну, конечно. 36 лямов потерял Т7. Ну, а 18 Т4 убил. Конечно. Разменчик так себе. Давайте еще раз прошпикаем. Там явно Т8. Как я их ненавижу. Когда уже можно будет и мне их прокачать? Что за дела? Ну, все, короче. Один штурм я сделал. Ну, мне можно терять Т7, так как мне нужно, нужно, нужно закрыть ежемесячные задания. Именно исцелить воина 7-го тира. Вот все, что мне нужно. Поэтому я Т7 и атакую. А так, конечно, нам бессмысленно. Нужно было, конечно, на Т4. Не рисковать. Забрать. И не палец. Печаль, беда. Никто не играет, короче, это все печально и уныло. Ну, полку, я думаю, в этом заберу. Убийство вражеских воинов в нападении заберем. При обороне, не знаю, посмотрим. Если у них 5-ая цита, то мы, конечно, военку проиграли. Ну, и смысл дальше, ну, не знаю. Тащить охоту, могучку и обучалку, 3-е эти планки забрать. Ну, не знаю. Уже был у меня горький опыт. Уже столько этих бэкап проиграл. Никто не играет. Никто ничего не хочет. Ну, вот я вам покажу. Я просто только приехал и сразу пилить видосик и сразу воевать. Вот. Вот. Прям суперактив. Суперактив. Одни мульты, короче. И он. 3 человека набрало. Ну, 4. Ну, 5. 5 человек. Ладно. 5 человек набрало хоть что-то. Но, опять же, это не о чем. Лаз-богов надо закрывать всем. Там нужно очки набрать. Увлечение могущества надо всем закрывать. Тоже набрать очей. Но, что-то никто не хочет пока напрягаться. Ну, захватов бить можно, кстати. Тоже там неплохие награды. Я своим мультом ППФУ, кстати, кстати, где он, где он, где он, битва кланов. Я им своим мультом почти все полки с утра позакрывал. Ну, там много не надо. Там Лярд 600 хватает практически с головой. Кто-то зашел? Что, будем их ебашить? Да, будем. Ага. Будем. Спасибо, я уже. Я уже наигрался. Я уже не хочу. У меня пропало все. все мое настроение. Так что, ребятки, погнали, обсудим последнее, ну, точнее, новый сезон рунических монеток. What the fuck is this? Ну, что, ребятурочки, я думаю, с утра вы уже все прекрасно все изучили. Наследие Локи. В ближайшие три недели, шесть дней можно собирать рунические монетки и тратить их в новом сезонном магазине. У меня 700к уже есть. Активно собираем. Шмотки за 40 лямов, конечно, можно на них посмотреть. Но, если, я думаю, если у вас будет 40 миллионов, вы найдете более выгодное вложение, чем приобрести себе шмотки. Есть у нас дочь Локи. Ну, здесь какие-то шпионов в отряде, урон в нападении, здоровье, овощи нападения на города и так далее, и так далее. Ну, ребятки, кто играет в нападение, тот, конечно, себе такой образ, думаю, возьмет. У меня пока, я пока не играю в нападении на города, так что мне он пока особо не нужен. Есть у нас еще непокорная. Этот образ вы уже видели. Кристо воинов в походе плюс 150%. Будет у вас огромнейший поход. Урон войск при захвате кипостей плюс 50% и урон войск в нападении плюс 50%. И еще один есть скиталец у нас. Урон войск в седьмом у тебя 3% в нападении и урон отряда в штурме вместе с защитой по 75%. В принципе, для штурма взять, потестить можно, можно, но, опять же, если два ляма брать ради теста, то оно того, конечно же, не стоит. Есть у нас три гарда. Первый это гард хель. Урон воинам седьмого, восьмого тира, простите, в нападении кипостого воинов в обучении плюс 300% очень заманчиво. Очень заманчиво, но, чтобы получить такой бонус, его нужно еще прокачать. Не забываем. Также есть за 4 лямчика у нас. У нас в этом сезоне, кстати, дорогие гарды. Все по 4 ляма. Защита воинов седьмого, восьмого тира, простите, зашел, что у меня все седьмого до седьмого не нравится мне восьмой тир, поскольку не открыл сам. Урон отрядов стурма плюс 50% здоровья и защита всех войск. Ну, в принципе, на минималочках, скажем так. Но тоже, тоже обязательно, обязательно нужно прокачивать. Ну и гард, который я думаю себе, конечно же, приобрести, если успею насобирать 4 миллиона, простите, 40, что-то я сегодня заговариваюсь. Стримчик не удался, хотел поговорить, еще и тут не расстроено. Короче, я в печали, в печали. Урон воинов восьмого тира плюс 170, очень круто, скорость исцеления плюс 30, урон всех войск и защита всех войск плюс 140. Вот гард войны, я думаю, себе приобрести, ну, если, конечно, сумею набить 4 лямчика монеток. А также, ребят, есть у нас тут серебро, ускорение, ресурсы, звездные осколки, это. И, как вы заметите, появились новые сундучки большой ларец VIP-ачейнг. 5 тысяч по 200к. Это сколько у нас? Это у нас 10 лямов, да? Правильно я почитал? Три нолика, 10, ну, где-то так. Не, не, 200к. Не на 200 умножить, а умножить на 200к. Короче, много, много, ребятки, VIP-ачей. И второй за 2 лямчика 5 тысяч на 360к. То есть, в полтора раза больше VIP-ачейнг. Как вы думаете, почему эти ларцы появились? Все правильно, потому что очень скоро, я думаю, будет увеличен VIP-уровень. И VIP-ачки можно будет потратить, ой, рунические монетки можно будет потратить на покупку VIP-ачейнг, чтобы хоть как-то соревноваться с теми ребятами, у которых этих VIP-ачей уже накоплено на до 60-го уровня. То есть, прикиньте, будет разница тех, кто сейчас просто сразу с 40-го прыгнет на 60-й, получит огромное количество разных бонусов. Я еще не знаю, какие там будут статы, но я думаю, достаточно. И тех, кто с 40-го сможет прыгнуть до 41-го. Вот как я, допустим. Был 40-й, стану 41-й, а у ребят уже донатеров 60-е. То есть, тут уже будет огромная разница именно даже в бонусах VIP-уровня. Поэтому плары помогают нам хоть как-то, хоть как-то их догонять и покупать VIP-ачки за рунические монетки. Но опять же, я еще недавно скина не купил, образов тоже немало, про шмотки я вообще молчу, также нужны будут ресурсы и ускоры, а тут еще VIP-ачки. Короче, становятся все напряженнее и напряженнее. Но тем не менее, на мульте я уже сумел собрать практически 400-к. То есть, еще за этот сезон постараюсь добить, забрать лямчик, сделать там ресурсы, а также взять Братство Севера. Как я уже вам рассказывал, ребят, те, кто знает, те, кто не знает, посмотрите. Братство Севера берем мультом, убиваем 30-го плодина, на 5 дней нам дают Братство Севера, мы закрываем все сундучки и получаем огромное количество ресурсов. То есть, если взять мультом за лям рунических монеток и ресурсы и взять Братство Севера закрыть 2 месяца заданий, то вы получите огромное количество ресурсов. Серебра, там, 2,5 триллиона, дерево, камни, ну, всего, короче. И, в принципе, ваш твин будет максимально затарен ресурсами, которые вы сможете успешно перекинуть на свой акт. Ну, а на своем акте вы сможете тогда приобрести за рунические монетки у скоров и тогда хоть как-то соревноваться, накрепать войско, затащить йоту, допустим, и получить кучу еще золота и рунических монеток и хоть как-то покупать там те же самые VIP-очки либо гарды, прокачивать, как-то оставаться на плаву, расти и развиваться. Ну, не знаю, посмотрим, ребят, как это все будет выглядеть. Тем не менее, мы уже достаточно немало времени, я уже сколько там, я уже 2 месяца как вернулся и 2 месяца более-менее пытаюсь хоть как-то участвовать, расти и развиваться. Скин купил, рунические монеты купил, что я там покупал, серебро качался. Кстати, серебро я получил за убийство паладинчиков, 140 лямчиков у меня еще есть, возьму ресурсов, точнее, не ресурсов, сори, ребятки, а возьму ускорение и буду хоть как-то пытаться держаться на плаву. Сейчас битва клана не знаю, посмотрим, буду сейчас активно закрывать жажду власти, увеличение могущества хоть как-то и охоту на захватах. А там, конечно, сейчас они закончат дефциты, посмотрим, когда очки обновлятся, если они наберут более 200-300 миллионов, то у них 5-ая цита и бороться с ними абсолютно бессмысленно, так как они будут еще клепать, скорее всего, тренировать Т8 и эту полку в обучелке заберут. И все, и там без вариантов. Раз, два, три полки забрали, четвертую забрали, еще есть у нас увеличение могущества, так что, ребятки, очередная, БК проиграна, клан не очень активно шпилит, и я все более и более задумываюсь о том, чтобы просто выйти и создать свой план, не знаю, в одного, вдвоем с мультом играть и надеяться только на себя, так как ты надеешься на ребят, но никто не заходит, ну, кому оно сейчас не нужно, ну, тай-таки окажут, шо ж поробашь. Так что, ребятки, всем, кому интересно эта замечательная игруха, Викинг, War of Clans, обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте лайкосик, ведь для вас старается, ваш просто Play for You. Всем большое спасибо за внимание, всем счастье, здоровьечко, ну и, конечно же, скоро увидимся, всем пока.